Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение первого послания апостола Павла к Коринфянам на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 11 главу. Будьте подражателями мне, как я, Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держитесь предания так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующий с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обрита. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Так, начинает эту главу апостол Павел. И здесь говорит сначала о том, что подражайте мне, как я Христу. А второй стих говорит о том, что все мое помните и держитесь преданием. Предание — слово греческое, парадосис. Хотелось бы совсем немного остановиться на этом тексте и сказать о том, что, я уже как-то об этом говорил, что сегодня есть так называемые современные переводы Священного Писания, которые якобы, эти переводчики, как они декларируют, что якобы они переводят для более лучшего удобства восприятия библейского текста, но на самом деле это не совсем так. В общем-то, те современные переводы, которые делают сегодня неопротестанты, например, баптисты, адвентисты и прочее, свидетели Иеговы в особенности и различные харизматические и неопедесятнические организации, это, в общем-то, ничто иное, как редакция Священного Писания. Вот, например, адвентистский перевод, как-то я уже говорил, да и баптистский, я вот на днях тоже посмотрел, что где слово предание, например, в адвентистском переводе, о нем говорится негативно в Евангелии от Марка, 7 глава, 8 стих, где Спаситель говорит о том, как вы держитесь предания человеческого, отвергая заповедь Божию. Там стоит слово в греческом языке парадосис. И это слово переводчиками и адвентистами переводится дословно, парадосис переводится как предание. Но где о предании говорится положительно, как о Духе Святом, наставляющем Церковь Божию, то слово предание заменяется другими словами. Так и в этом случае. Вот здесь то, что мы сейчас с вами прочитали, 1 Коринфянам 11, 2, зачем-то заменяет слово парадосис словом учения. В адвентистском переводе будет звучать так. Стоите, братья, держись, учение, или там Алытейла, истина, этими словами. Но это другие слова. Учение с греческого будет Дедаха, а истина будет Алытейла. Поэтому ни в одном кодексе мы не находим подмену этих текстов. Такие тексты содержатся также во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих, и также 3 глава, 6 стих, во втором к Фессалоникийцам. Также заменяется это слово, где положительно говорится о святом предании. Там, стойте, братья, держитесь, предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим, во втором Фессалоникийцам, 2, 15, также заменяется словом то ли Алытейла, то ли Дедаха, то есть то ли истина, держитесь учения, то ли истина. Но это разные слова. Это не что иное, как редакция под свое конфессиональное исповедание. По-другому сказать нельзя. Поэтому будем осторожны, когда нам предлагают какие-то переводы. Некоторые наши школы, кстати, то ли по своему недоразумению, то ли по невнимательности сразу одобрили некоторые эти переводы. Но не знаю, где они учили предмет сектоведения. Эти все тексты, они достаточно подробно, я как преподаватель сектоведения это знаю. Может быть, они, конечно, изучали другой сектоведение, по другим учебникам, где нет богословия. Такое, к сожалению, тоже встречается, где разбираются только какие-то социальные проблемы, то ли иные секты психологические или криминальные. То да, тогда это серьезная сложность. Далее апостол пишет, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. То есть здесь апостол Павел на самом деле напоминает о том, что происходило в Коринфской церкви, что и потом происходило. Была такая ересь монтонизма в первые века христианства, в втором, в третьем веке, когда даже женщин ставили в епископы. То есть считали, что вот они пророчицы, и они такие харизматические. Была такая секта монтонистов. И поэтому апостол Павел, наверное, видел уже зачатки подобных вещей, особенно в еленской среде, где женщина, она достаточно такая активная, да, и старается главенствовать. Ну, вспомним Сократа хотя бы, да, которого жена его била, известная. Ну, Сократ все так принимал. Говорит, она мне дана, как бич Божий, да, и принимал для моего смирения. Апостол Павел об этом знал, и поэтому он желал, чтобы в христианской общении, в христианской семье все было выстроено по такой, ну, скажем, иерархии ценностей. Муж — глава, жена — помощница, а дети — послушники, как об этом пишется в книге «Кормчий». Поэтому он и дает это наставление, как мы с вами прочитали, достаточно подробно все раскладывают по полочкам, кто от кого произошел, и кто кому. Да. И вот интересно, что он здесь говорит о знаках, что мужчина, «Ибо жена от мужа, как и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою». Сама ли природа учит, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, то для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Здесь вот важно рассмотреть, то есть апостол Павел говорит, что мужчина, теперь уже отойдя от иудейского обычая, молиться с покрытой головой, специальной такой, да, была одежда, когда покрывалась голова, теперь это не нужно, но женщины должны покрывать голову. Как он говорит здесь, для ангелов. Давайте сначала рассмотрим, что значит для ангелов. На самом деле, многие отцы здесь склонны к тому, что не для тех ангелов, которые на небе, а ангелом в Священном Писании называется епископ. Например, в книге «Откровения» сказано «ангелу Ефесской церкви напиши, покайся», и далее там «ангел покаяться не может». Мы знаем, что ангелы уже определились, когда была на небе война между Богом и Люцифером, то третья часть ангелов отпала от Бога, но они поверили дьяволу. А остальные остались, как служебные духи. Они не могут уже менять своего покаяния, они не могут грешить служебные духи, поэтому они чистые и служат Богу. У них другая природа. Поэтому для ангелов, это для, в общем-то, для епископов, то есть для того, кто руководит церковью. Почему вообще эта проблема стала в Коринфе? Многие, опять же, исследователи говорят о том, что в городе Коринфе всякая женщина, которая стригла волосы, то есть делала такие разные там стрижки, они были разных форм, эта женщина обычно выходила на панель. И она этим самым показывала, что она блудница. А женщина, которая растила, девица волосы, или женщина, которая была верна своему мужу, она носила длинные волосы. И когда стали люди каяться в проповедь, услышав проповедь апостола Павла, и приходить в церковь, приходили все. Приходили как те, которые были верные мужу с длинными волосами, но приходили также еще и стриженные, блудницы. Они тоже обращались и вместе приходили в общину. И здесь по неофисту, конечно, возникало то, что возникает всегда, то есть осуждение друг друга. Стоят молицы, это стоит с длинными волосами, конечно, она превозносится на той, которая, да, вот эта вот женщина с панели стриженная. Поэтому, чтобы не было этого соблазна, люди не осуждали друг друга. А это, в общем, друг друга, а это, в общем-то, тема, которую апостол Павел старается пронести через все свои послания, не давать повод, не осуждайте друг друга, то есть не осуждайте того, кто не ест, не превозноситесь друг над другом. Все эти его, советы, они даются людям ради любви по отношению друг к другу. И поэтому, когда в церковь приходила со стриженной и не стриженной, он говорит, покройтесь, оденьте платки, и тогда не будет этого осуждения, не будет видно, стриженная она или не стриженная. Но и мужчина говорит о том, что, что значит мужчина, который растет волосы. В Каринфе был развратный город, как мы помним, как и Афина, впрочем, языческий город. И поэтому мужчины, которые занимались мужеложеством, они, в общем-то, растили волосы именно с этой целью, чтобы, опять же, те стригли женщины, чтобы показать, что они блудницы. А мужчина, когда предлагал себя в качестве такой, он делал из себя нечто женоподобное и отпускал длинные, чрезмерные длинные волосы. И также было принято даже в Каринфе и в Афинах становиться мужчинам на панели. Они тоже там продавали себя и торговали собой. Это было в порядке, в общем-то, у них вещей. Никто на это даже не обращал внимания. Настолько они погрязли в этом болоте, что уже болоте разврата тоже перестали этому удивляться, как, в общем-то, жители Содома Гамора, как мы помним. И поэтому эти мужчины тоже приходили в Церковь Божию. И поэтому апостолам тут не дают повеления как бы постричься, да. Но он им, в общем, так намекает, что это неприлично, и чтобы не подавать повод другим к соблазну и, опять же, к осуждению. И мы читаем далее. Если кто хоть захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божией. Мы видим, что апостол Павел как бы давая эти все повеления, он говорит о том, это вообще не обсуждается. Вот примите это все как есть, и уже давайте не будем об этом спорить. Даже в Церкви. Помните, он говорил в одной из глав, что если у вас есть какие-то суды, то лучше судиться у верных, чем у неверных. А здесь, говорит, вот по этому вопросу все понятно. Муж — глава, но, опять же, глава как голова, а не как деспот. Поэтому апостол Павел так и пишет вот в этом стихе. «Ибо как жена от мужа, так и муж через жену», то есть все мы рождаемся от женщины, что он хочет сказать, «все же от Бога». Как он скажет в Иисусе Христе, нет ни эльны, ни иудеи, ни мужского, ни женского пола. То есть здесь нет превосходства, таких гендерных каких-то превосходств одного над другим. Просто апостол Павел об этом пишет, что это необходимо для порядка, как в семье малой церкви, так и в церкви Божьей. Ну, например, можно привести с толкованием то Епифаний Кипрский. Цитата о женском священстве. И вообще он пишет о... Ну, вот сначала вот этот текст приведу, а потом еще тот, который обещал. Если они возводят женщину в епископство и пресвитрианство из-за Евы, то пусть послушают Господа, который говорит к мужу твоем влечении твое, и он будет господствовать над тобой. То есть против женского священства. Они забыли и апостольское слово, что он говорит жене, не позволяя не властвовать, над мужем не учить. А в другом месте ибо не муж от жены, но жена от мужа и не Адам прельчен, но Ева прельстилась, пала в преступление. Это вот против женского священства, о чем было сказано. Это свидетель Анзо Тауст. Он говорит следующее. Так что мужья должны любить жен своих так, как Христос возлюбил церковь. Посланник Евсии 5, 25. И женам надлежит любить мужей своих так, как церковь любит Христа. Очень хорошее высказывание. То есть, если муж это образ Христа, а жена это образ церкви, непорочный, то нельзя это тоже опять же переставлять местами. Нельзя так, чтобы церковь начала управлять Богом. Но это тогда будет секта. Да, а все-таки все должно быть по порядку. Но тем не менее, апостол здесь говорит так, что Христос так возлюбил церковь свою, что отдал жизнь свою, то есть жертвой любовью. Мужья любите жен своих, а жен уповинуйтесь мужьям своим, как и церковь уповинуется Христу. А мужья любите жен своих даже до самопожертвов. Вот, нашел этот текст. И мы читаем далее. Но предлагая сие, не хвалю вас, чтобы вы собирались не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь, он здесь, апостол Павел приходит к вопросу о тайной вечере, в церковь между вами бывают разделения, чему отчасти и верю, ибо надлежит быть разделением между вами, чтобы открылись между вами искусственные. Вот этот текст нужно рассмотреть по той причине, что некоторые спекулируют на нем и говорят, что в догматах должны быть разные разногласия и позволяются различные телоагумены, но это не совсем так. Вот там вроде Семидиоландский свидетель Ангелоза Таут с этим не согласен. Вот что пишет «Ибо надлежит быть разномыслием между вами». Цитата. «Зная, что некоторые повредят в уме по лукавству вмешательству дьявола, повредятся в уме по лукавству вмешательству дьявола, апостол говорит, надлежит быть разделением. Не от того, что желал или уповал на то, чтобы они были, но от того, что знал будущее, сказал об этом, как и Господь сказал, «Ибо надобно прийти соблазном». Матфея 18.7. То есть это предупреждение. Звучит как предупреждение, что и соблазны, и ереси войдут, и разделения войдут, как и здесь приводит Амрусимедиоланский, пишет, цитат Амрусимедиоланский, «Ибо приводит слова Христа, ибо надобно прийти и соблазном». То есть это будет, но это не значит, как повеление, снова повторю, а лишь как предупреждение. И далее, да, и вот тоже пишет Киприан Карфагенский, цитата, что свидетель Киприан Карфагенский «разномыслиями апостол называет не разномыслия в учениях, но те, что в нравах и характерах». То есть в учении никаких разномыслей быть не может, потому как когда мы с вами перед причастием исповедуем, мы символ веры, мы слышим слова и призыв священника. «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповедуем». И только тогда, исповедав единомысленного Христа, в некеоцареградском сильном вере мы приступаем к чаши Христовой. Итак, далее вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так, что иной бывает голоден, а другой упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковью Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Апостол Павел здесь говорит о том, что тайный вечер это непростой ужин, как говорят сегодня некие протестанты, что это непростое такое собрание, чтобы поесть. И в дальнейшем он скажет, что это даже не просто собрание, чтобы вспомнить о страдании Христа, но укажет на то, что это вечер Господний, где мы соединяемся тайным образом со Христом. Мы не знаем, как, и не можем дать полное определение, как мы соединяемся со Христом, но мы знаем средства, которые дал нам сам Христос, которые позволяют нам соединиться с Ним. Вот что пишет апостол Павел, «Ибо я от самого Господа, 23 стих, принял то, что и вам передал, то, что Господь в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, благодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите, мое воспоминание. Так же и чашу после вечера и сказал, сие есть чаша, новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб, сие пьете чашу, сию смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб, сие или пить чашу Господню недостоин, виной он будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостоинно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Вот так. Сначала апостол Павел говорит и утверждает то, что это не просто хлеб и не просто вино, а это Новый Завет, который преподал сам Христос. И сказал, что есть чаша моя, он цитирует слова Христовы, которые мы можем также прочитать и в Евангелии от Иоанна, 6 глава, 48 стиха, где Христос говорит о том, я хлеб живый, шедший с небес. Поэтому это не просто хлеб, это не просто трапеза, это не просто тайные вечери, это не просто вечеры воспоминания, как некоторые говорят, это действительно тайные вечери, и тайна сия велика, что под видом хлеба и вина мы принимаем истинную кровь и истинное тело Иисуса Христа. Скажу еще более того, что это единственный способ войти в Новый Завет со Христом, потому как здесь мы с вами видим, что Христос сам говорит, что такое Новый Завет. Сия чаша есть Новый Завет в крови моей. Новый Завет это не 27 книг, которые мы с вами читаем в Новом Завете, Новый Завет, он в крови Христовой. В крови Христовой. Было много Заветов, помним, что Первый Завет был заключен человека и Бога, где? В Эдемском саду. Господь сказал, не вкушайте от этого древа, древа познания добра и зла, значит, смерть умрете. До определенного времени от древа жизни человек не имел права прикасаться. Но человек нарушил этот Завет, договор с Богом. Второй Завет был, когда после потопа Ной вышел из Ковчега, была дана радуга, и Бог возобновил Завет с человеком, опять сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. Третий Завет был обрезание, прообраз крещения Авраама. Господь заключил с Авраамом Завет через обрезание. А некоторые спрашивают здесь, как-то у меня спрашивали, а вот мужчины через обрезание входили в Завет, а женщины как входили через Завет? А тогда вопрос никто такого не задавал. То есть, если мужчина в Завет зашел, женщина, она как ниточка за иголочкой. Уже все понятно. Поэтому так, то есть, по главенству мужа. Женщина входила в Завет. Если муж входил в Завет, женщина, как скажем так, входила уже как автоматически, ну автоматически, кстати, нельзя, но вот как последствия. Следствие того. Следующий Завет, который был заключен, это Синайский, и он несколько раз возобновлялся. То есть, кто был верен Синайскому Завету, заповедям Божьим, закону того, который был изложен в книжи Моисею, тот и входил в народ израильский. Теперь Завет, Христос говорит, в крови моей. Не там, где-то в крови, которая кровь, когда была пролита, там, да, там Христос совершил дело нашего спасения. Нас, ради человека, нашего ради спасения, он был распят на кресте, вознес наши грехи на крест, умертил смерть, воскрес, создал церковь свою, послал Духа Святаго, избрал себе сам учеников. Да, но он оставил Новый Завет здесь. И об этом апостол Павел здесь утверждает, что, чтобы войти теперь в Новый Завет, необходимо, как он говорит, некоторые недостойно, а, что значит недостойно? Без приготовления. Просто так приходит, как вот, покушать. И он говорит, кто приходит так, тот недостойно, некоторые болеют, даже умирают. И вот это важно понять, что Новый Завет, он именно в крови Христова. А то, что не там только Христос продлил кровь за нас, там, на Голгофе, и вот он очистил, и в этом Новый Завет, а теперь это только символ. Об этом пишет апостол Иоанн Богослов. Вот первая глава, первое соборное послание, первая глава. Он пишет, так, седьмой стих. «Если ходим во свете, подобно как он во свете, то и имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Заметьте, апостол здесь Иоанн Богослов, который написал свои послания и Евангелие от Иоанна, самые поздние, когда уже церковь жила где-то около 50 лет, больше даже 50 лет, уже когда не было Христа на земле. Он говорит, что кровь Иисуса Христа не очистила нас там, тогда на Голгофе, а очищает. Где? Как раз здесь, когда мы подходим к евхаристической чаше и слышим эти слова. «Причащается рак Божий, раб Божий или раба Божия и мерек». Да. «Воставление грехов и в жизнь вечную». Вот где Христос очищает нас. То есть святая Евхаристия это очищение от греха. Если раньше прообразом очищения от греха были что жертвы козлов и тельцов, о котором апостол Павел подробно пишет постаники евреям, то теперь очищает нас от всякого греха. Кровь Христова не очистила просто тогда одноразово 2000 лет назад, но и сейчас. Поэтому у кого нет и кто не верит, а вернее кто вне церкви, тот и от грехов не очищается. Но это, наверное, нужно обладать такой, наверное, сатанинской праведностью, чтобы говорить о том, что грехов у меня нет. И такого человека обличает тот же евангелист Иоанн Богослов. Он говорит, если говорим, что не имеем греха, то же самое послание, 1 глава, 8 стих. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя и истины нет в нас. Пожалуйста. Где очищаются сегодня люди, которые находятся вне церкви, сложно сказать. как они живут по Библии. Смотрят в книгу, но, к сожалению, как-то не видят того, что здесь написано. Оттого многие, говорит, кто принадлежительно относится так. Больные, некоторые умирают. Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть нужно наблюдать за собой, пишет апостол. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома. Он опять говорит о том, что это не чтобы поесть, не чтобы запивку выпить и просфорку съесть. Не удовлетворение здесь обычной еды, обычного, обычной алканья. Да. Но другое, если кто голоден, ешь дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочие устрою, когда приду. Вот важный также 33 стих. Он говорит, приходя на вечере, ждите друг друга. Это и сегодня для нас актуальные слова, что иногда возле евхаристической чаши видишь и толкаются, и кто-то вперед. Ждите, говорит друг друга, проявите терпение. Ну кто куда денется, ну всех причастят, никто никуда не уйдет, никого не причащенным если человек исповедовался, приготовился, да, ничего, никуда не денется. Поэтому ждите, говорит друг друга, не толкайтесь, не толпитесь, все совершайте благовейно. Вот о чем пишет апостол Павел. Итак, 11 глава рассказывает о самом важном, о самом важном в жизни православного человека, о том условии, которые оставил нам спаситель, новый свой завет, своей крови, и что приобщаясь к телу и крови Христова, мы становимся братья и сестры. И в нас начинает течь кровь Христова, и мы становимся, как и в предыдущей главе говорил об этом апостол Павел, единым телом. Да будет это со всеми нами во всяком благочестии и чистоте. КОНЕЦ Продолжение следует...